Приветствую вас! Давайте, наверное, начнем сначала и зададим вам логичный в вашей ситуации вопрос. Значит, почему вы до сих пор живете со своей мамой? Если вы ненавидите ее, она ненавидит вас, у вас с ней взаимная, скажем так, симпатия, да, в кавычках. А почему вы до сих пор с ней живете? Ну, понятно, что, наверное, у вас нет возможности жить отдельно. Но, может быть, вам решили как раз-таки то, что стоит направить на то, чтобы хоть какую-то жилплощадь приобрести собственное пользование. Может, можно снимать одну комнату в квартиру, можно снимать комнату в квартире, то есть там сумма совсем маленькая. В конце концов можно настроиться на работу и с работы только вот приходить и уходить за работу, чтобы заработать достаточное количество денег, опять-таки для того, чтобы вам жить отдельно. То есть, какова причина, что вы живете со своей мамой, если у вас такие с ней отношения? Это первое. Так, второе. Вы говорите, что последние несколько лет у вас вспышки агрессии. Ваши подсообщения, конечно, не очень понятно, эти вспышки агрессии, они у вас были раньше, эти вспышки, или они у вас начались, вот как раз, несколько лет назад. То есть, что с вами произошло? Что с вами случилось? Почему у вас такая ситуация началась, что вспышки агрессии появились и так далее? Откуда? Откуда это у вас? Ну вот, вы говорите, что у нас агрессия. Агрессия. Хорошо. То, что агрессия, это понятно. А причины агрессии вы, например, знаете? Какие причины? Агрессивного состояния у людей вообще, ну, бывают. Почему люди проявляют агрессию? Если вы не знаете, то я вам скажу. Люди проявляют агрессию тогда, когда у них есть внутренняя противоречия. Агрессия означает, что вы постоянно боретесь сама с собой внутри себя. Ну, так вот, именно с этого и нужно начинать. С борьбы. Вашей борьбы с собой. Нужно разрешать эту борьбу с собой. Нужно помочь вам в правительстве с борьбой с собой. Нужно, чтобы вы перестали бороться с собой постоянно. Ну, не чтобы вы пришли все-таки к какому-то пониманию, к какому-то единению в себе. Ну, для начала в себе. Для начала, пусть это будет единение в себе. Там уже потом будет видно, что дальше. Но пока, пока, в себе единение, постарайтесь отыскать. Постарайтесь найти. И для этого вам нужна помощь. Конечно, для этого вам нужна помощь. Вам нужна для этого помощь психолога. И не обязательно здесь дорогого сразу. Во-первых, что значит, дорогой психолог, для вас? Это очень важный момент. Что вы понимаете по дорогим психологам. То есть, дорого это сколько по-вашему? Постарайтесь определиться с этим. Ну, для начала постарайтесь определиться с этим. А потом, когда, если вы определите для себя этот момент, ну, вы сможете понять, что вам. По силам, например, какая сумма вам относила, вы сможете подобрать как раз для себя, того эксперта, с той суммой, которая вас целиком и полностью вы устроили. Это вот, если говорить именно про эту ситуацию. То есть, вам необходимо разрешить внутренние противоречия. Свои внутренние противоречия. Вы реагируете на ее слова, когда она вас оскорбляет. То есть, получается, что вам обидно. Обидно, когда она вас оскорбляет. Я имею ввиду ваших мам. Ну, соответственно, давайте подумаем. А почему вас задевает так? То, что она вас оскорбляет. Почему задевает? Ну, мало ли, что она говорит. Права. Вы-то сами, как считаете? Она в правах? Если вы считаете, что она не права, откуда такая реакция? А если вы считаете, что она права, допустим, то почему тогда, если вы считаете, что она права, вам не переделать какие-то моменты своего поведения? Не работать с ними, с моментами поведения, я имею ввиду. Не постараться что-то поменять в себе, чтобы слова вашей мамы, какими бы они ни были, вас так сильно не задевали. Это, знаете ли, тоже правильно. И это, что важнее, по сути дела, забота о себе. То есть, вы таким образом заботитесь по себе, о своем здоровье, о своих нервах, которые у вас очень сильно тратятся, когда вы находитесь в этом состоянии. Вы постарайтесь все-таки больше о себе думать, любить себя больше, уважать себя больше, ценить себя больше. А то получается так, что вы все сильно свои тратите на конфликт с мамой. При этом даже не понимая, не понимая при этом, собственно, в чем же проблема. То есть, почему вас это так задевает? Ответ на этот вопрос нужно найти. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительно остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует... Субтитры добавил DimaTorzok